привет друзья вчера я встречалась с моей подписчицей которая выиграла в конкурсе к 8 марта она выиграла браслетик цветной на резинке вот она из москвы и мы с ней уже знакомы и я надеюсь хорошие друзья и она подарила мне вот такой милый подарочек сейчас с вами вместе посмотрим что это такое не открывается не хочет это шоколадка я люблю шоколадки молочная надеюсь что вкусное есть такая миленькая открыточка и здесь приятный цветочек поздравлениями поздравления читать не буду это все-таки личная но очень красивая открыточка вот спасибо анютка за внимание очень приятно и мы с ней ходили рядом у неё там фикс прайс я в принципе планировала этот поход и в общем я взяла кое-что что хотела закупить собственно помните зеленые коробочки с зелеными крышками которые я две штуки брала для спецкой вот собственно я еще докупила две такие коробки чтобы положить туда все остальное вот они две коробочки такие для барбекю я вам их тоже показывала точно такие же я в общем-то уложила в них специи и поняла что мне нужно еще две коробки чтобы убрать всякие формочки миниатюрные для выпечки какие-то ножи для вырубки теста ну в общем всякую мелочь и потом вам покажу обязательно как это все у меня будет сложено вот потом там же из вкусного взяла вот такое сдобное печенье у нас я такого не видела и просто взяла на пробу оно вот такое вот шоколадное с полосочками то есть чем-то политое ну ничего не могу про него сказать я его не пробовала поэтому вот взяла попробовать и еще у нас тоже нет такого я не видела чтобы появилась арахис в шоколаде кстати печенье по весу здесь честно говоря очень много всего написано вес 300 грамм печенья и взяла вот такой вот арахис в шоколаде тоже здесь 350 грамм это было все за 50 или 55 рублей не помню чек покажу позже огромный можно сказать тяжелый пакет не совсем огромный вот с моей ладонь но он тяжелый довольно такой внушительный у нас его не было вот и я решила взять попробовать люблю орешки в шоколаде вот еще ну как же без семян взяла буквально на самом входе увидела перчик другого сорта и решила взять тоже буду замачивать вот и еще тоже уже буквально мы шли к кассе и я как увидела и не смогла устоять взяла 4 набора с мулине тут могу сказать что фикс прайсе получается гораздо выгоднее здесь 12 мотков по 10 метров в среднем например если вы покупаете такие мотки в специализированных магазинах для рукоделия то один моток стоит от 8 до 15 рублей можете посчитать если будет ну допустим в среднем по 10 рублей до 12 мотков это 120 рублей здесь же 50 рублей одна вот эта упаковочка ну или 55 я вам чек покажу позже я взяла 4 набора вот такой сочный красочный пастельных тонов еще вот такой вот с яркими сочными оранжевыми цветами тоже через пастельные и вот такой вот неимоверно сочный яркий очень здесь насыщенные цвета вот в общем очень довольна этой покупкой у меня теперь запас мулине на пол жизни вперед вот нитки были 50 рублей арахис 50 печенье 50 семена 7 рублей 10 копеек контейнеры по 55 ну и еще пакетик в общем все было по 50 так и еще друзья я в пятницу ездила на трубную на общую встречу от сайта Дар Удар и привезла вот такие вот штучки которые очень хотела и очень рада что они у меня теперь есть сначала покажу вам кулончик кулончик просто обалденный это такая вот трикоска он зелененький как я люблю все оттенки зелененького не знаю видно ли вам или он размыт но я надеюсь что видно он обалденно красивый и на сельце у стрекоски выложены камешки хозяйка сказала что она его привезла из Италии но не знаю насколько это правдиво но кулончик мне очень нравится ну невероятно и вот такая тоненькая цепочка к нему довольно длинная может быть летом вы его увидите на мне вот очень красивый я очень довольна очень рада что он мне достался потом вот такая вот наклейка на клавиатуру ну я думала что буквы будут белые но они красные ну так в принципе положено но почему то вот я не знаю почему кто так придумал что английские буквы должны быть белого цвета а русские буквы красного цвета ну в общем это такая запасная наклейка если вдруг сотрутся буквы у меня есть запасная наклейка и еще две книжки это у нас Джеймс Хэдли Чейз я просто не помню что у нас есть весь Чейз но вот именно этой книги я не помню вот это серая серия то есть это целая серия книг должна быть серого цвета вот сами это обложка сами книги вот так выглядят она фиолетовая это третий том вот ну посмотрю почитаю я люблю Чейза как вы может быть уже наслышаны как я уже только что сказала у нас есть все его книги все его коллекции и я практически все прочитала он очень хорошо пишет вот и еще вот такой сборник здесь тоже есть Чейз также есть Браун и Гарднер вот такой сборник из восьмидесятых помните такие и видеокассеты такие же были разноцветные вот такой детективный сборник вот такие были покупочки приобретения и положительные встречи увидимся в новых видео подписывайтесь ставьте пальчик вверх оставляйте комментарии и до новых встреч пока пока